Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Регистрация штрафа и ОСАГО. КНЕСЭТ утвердил законопроект о номерах для электросамокатов. Опасная рыба. Минздрав Израиля изымает из продажи селедку и лосось. Израиль объединяет творцов. Алла Рид представила новую песню дипломата Владимира Шкляра в соавторстве с Александром Журбиным. Мир продолжает отмечать праздник света Хануку. В Нью-Йорке мэр города Эрик Адденс зажег свечу на многоэтажной миноре, признанной книгой рекордов Гиннесса самой большой в мире. В Хайвском музее науки, технологий и космоса Ханукею зажег робот. А в Томске ритуальный подсвечник высотой 3 метра сделали изо льда. Эту традицию еврейская община соблюдает уже несколько лет. В Англии впервые Ханукею установили возле башни Клиффорда. Почти тысячу лет назад около 150 евреев были убиты на этом месте, где они надеялись спастись от толпы. Оказавшись в ловушке в башне, многие покончили жизнь самоубийством. Минздрав Израиля изымает из продажи некоторые виды филе сельди и лосося холодного копчения. Служба контроля качества нашла в них бактерию листерию, которая может вызывать заболевания у людей из групп риска, сослабленные иммунные системы пожилых, а также привести к выгодушу у беременных. Ежегодный листериоз пищевого происхождения обнаруживается у 10 из миллиона человек во всем мире. Инфекция может передаваться воздушно-капельным путем. Израильтян, успевших купить зараженную рыбу, попросили не есть ее, чтобы исключить какой-либо риск для здоровья. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт объявил пограничную полицию Ямам национальным контртеррористическим подразделением. В 2022 году будет выделено 10 миллионов шекелей на его укрепление. Увеличение численности личного состава и повышение боевых возможностей, включая модернизацию вооружения и развитие инфраструктуры для проведения учений. Решение было принято после многих лет обсуждения в Совете национальной безопасности и согласовано с министром обороны Бенни Гансом, министром общественной безопасности Омером Барлевом и комиссаром полиции Израиля Коби Шабтаем. Кнесет утвердил в предварительном чтении законопроект о номерных знаках для электровелосипедов и самокатов. Эти транспортные средства, способные развивать высокую скорость, зачастую становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Только в ноябре было не менее 10 ДТП с участием электрических велосипедов и самокатов. Их водители, как правило, попадали в больницы в тяжелом состоянии. Ожидается, что наличие номерных знаков удержит их от нарушения правил, а также позволит страховым компаниям предоставлять водителям полисы на случай аварии или кражи двухколесного транспорта. От создателя списка Шиндлера в Нью-Йорке состоялась премьера первого мюзикла режиссера Стивена Спилберга «Вестайская история». Информация о том, что Спилберг собирается экранизировать бродвейскую постановку 1957 года, появилась еще в 2014 году. Поиск актеров начался в 2018. На роль Тони утвердили Энсела Элгарта, лейтенантом Шранком стал Кори Столл, а вельмы — звезда клип австралийской певицы Си Мэдди Зиглер. Кинокартина о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд и запрет на любви, которая возникает между парнем и девушкой из враждующих группировок, должна выйти в российский прокат 9 декабря. «Лучший потарок Хануки — новая песня». К такому мнению пришли композитор Александр Журбин и израильский дипломат Владимир Шкляр и написали композицию «Посвящение Израилю». Первым ее исполнителем стала Алла Рид. Наталья Кравченко расскажет подробнее. «Я скучаю по тебе, Израиль, будет много испытаний впереди, но я верюся наверняка, я это знаю, только ты меня немного подожди». Алла Рид — большой друг израильского посольства. В клипе на ее песню «Пустыня» снялся посол Александр Бен Цви, а слова написал его коллега Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля. Его же перу принадлежат слова песни на музыку Александра Журбина «Я скучаю по тебе, Израиль». Концерты Аллы Рид стали для москвичей одним из символов праздника Света. Каждый год в хронуку она выходит на сцену. «Я очень люблю давать концерты на праздник. Кстати, в этом году 30 лет дипломатических отношений между Россией и Израилем и 30 лет, как я пою еврейские песни, выступаю на еврейских праздниках. Так что у меня тоже праздник. Поэтому этот концерт мы делаем в очень красивом клубе. Мне очень нравится звук, сцена, очень много людей. То есть такая прекрасная атмосфера». Праздничный вечер организовал израильский культурный центр «Натив». Каждый год команда «Ян и Агмон» предлагает свой собственный ханукальный маршрут по российской столице. Проводит череду лекций, выставок, встреч. «Если вы спросите меня, что мое любимое в хануке, это фраза «Бану хоших ли гарыш» с песней. Мы все пришли сюда, чтобы отменить тьму и включить свет в наших сердцах, в наших душах». Солисту Мариенского театра и участнику шоу «Голос» Льву Эльгарту Ханука особенно мила. Он взял гран-при международного вокального конкурса «Золотая ханукия» в Берлине. Тогда его кандидатуру поддержал Иосиф Кобзон. Лев верит в ханукальное чудо, но и на себя надеяться не забывает. В мороз в минус 20 на улице поздравлял всех жителей города с ханукой. И единственное, что я понял, что надо обязательно одевать перчатки, потому что чудеса происходят. Но когда ты держишь микрофон 20 минут, стоя на 20-морозном градусе, то чудо. Все равно произошло, и я здесь с вами. Аллилуйя, им хащи. О, аллилуйя, ай-ёк-ши-бринь. Аллилуйя, маше ай-я, у маше ой-я, аллилуйя. Специальные гости праздника подопечный Алли Рид, приехавший в Москву из Биробиджана. Участницы проекта фонда президентских грантов Хава Нагила со звездой индивидуально в скайпе занимались вокалом саллы и получили свою первую профессиональную запись. Алла учила правильно дышать. Во время вокала расставляла где-то акценты, поправляла произношение, ударение. И в итоге получилась песня. Ханука есть торжество победы света над тьмой. И праздник всегда сопровождает вкусное и шумное застолье. Поэтому его музыкальное обрамление должно быть веселым и задорным. Еще больше новостей смотрите в нашей итоговой программе «Два кадра», как всегда, после шабата. Ханука праздник света близится к концу. Свет обязательно победит тьму. Это были славные и очень непростые 60 лет. Лишних юбилеев никогда не бывает. Слушай, зима-то уже началась. Неделю как? Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok